Кисинг Дайна Майд Песни Generation Goodbye из своего последнего одноименного альбома начали выступления рокеры из Германии. Этот диск уже пятый по счету, который за почти 10 лет с момента образования группы выпустили музыканты. В течение последних месяцев Кисинг Дайна Майд исколесили пол Европы. Концерты в Украине стали завершающими в этом турне. Накануне рокеры уже отыграли в Чернигове и Киеве. Планировались также выступления еще в двух городах, но они были отменены. Поэтому музыканты приехали в Черноморск на день раньше. Организаторы концерта постарались сделать все, чтобы немцы почувствовали украинское гостеприимство. Особых требований не было. Ребята абсолютно адекватные, не идут на контакт. То есть, каких-то особых требований по питанию, наоборот, намного проще, чем это часто у нас бывает. По поводу досуга, ничего глобального не было. Они развлекались игрой в боулинг. Мы сводили их на пляж, они в восторге. Очень чистый пляж, они удивлены. Потому что во многих городах, особенно крупных, в которых доводится выступать, в общем-то, ребята видели намного хуже состояние окружающей среды, в том числе и пляжи. Они объездили уже полмира. Но они в восторге, они довольны. Единственное, только немножко холодно. Но так в целом все хорошо. Вокалист Ханес Браун – основной композитор и фронтмен группы Kissing Dynamite. По словам музыканта, Украина была включена в график выступлений, несмотря на ситуацию в стране. Им говорили, не боитесь ли вы, ведь там идет война. Все мы понимаем, какая ситуация. Но они приехали сюда и были поражены, насколько люди здесь все дружелюбные, открытые. И на самом деле им даже немного не хочется уезжать в Германию. Настолько им здесь понравилось. Как рассказал Ханес Браун, в каждом городе группу встречали очень тепло. В целом у немецких рокеров остались позитивные впечатления от поездки в Украину. Давайте начнем с фанатов, потому что фанаты – это самое главное для группы. Их изумительно здесь встречают. Например, первое шоу было в Чернигове, и это было в помещении, напоминающем театр. То есть там были места только для сидения. Это было немного странно для них. Но в течение шоу люди вставали, люди хотели танцевать, и в конце шоу вообще не было никого, кто бы сидел. Все танцевали, все были возле сцены. И, конечно же, им это очень понравилось. Они поняли, что их очень тепло здесь принимают. Что до Украины, то здесь очень много интересных мест. Например, здесь в Черноморске они впервые увидели Черное море. Были мы также до этого в Киеве. Это совсем другой город. Им там тоже очень понравилось, понравились здания. И Украина интересна тем, что разные места, и все очень разное. За время, проведенное в нашей стране, музыкант даже успел выучить несколько слов на украинском языке. Привет, Черноморск! Дакую, ашпиц, какую! Стать рок-звездой Ханес мечтал с самого детства. Чтобы достичь успеха, ему вместе со всем коллективом пришлось пройти серьезный путь. По мнению музыканта, чтобы воплотить мечту в реальность, нужны три составляющие. В первую очередь, нужно на 100% верить в себя и в то, что ты делаешь. Второе – это страсть к тому, что ты делаешь, никогда не останавливаться. И третье – немножечко, но, естественно, нужна удача. Как я сказал, вероятность, потенциальность и счастье. Шоу группы Kissing Dynamite было наполнено взрывной энергией и позитивными эмоциями. Каждую композицию музыканты исполняли с полной самоотдачей, а зрители, не жалея голоса, подпевали полюбившиеся мелодии. А еще музыканты пообещали, что в будущем обязательно приедут в Украину. Субтитры создавал DimaTorzok